Восьмого В-класса Восьмого В-клуба внеурочной деятельности «Английский театр». И у нас уже за плечами «Алиса в стране чудес», «Том Сойер», «Вилли Вонка», «Чарли Шоколадная фабрика». И вот в этом году добрались до Шекспира. На сцене практически нет декораций. Актёры с помощью музыки и танца передают настроение и своё отношение к событиям. Враждующие семьи Монтекки и Капулети так и не могут прийти к согласию. Вражда, вражда, ты ведь торгуешь судьбой. Вражда, вражда, по тропинкам кровавым. Вражда, вражда, смерть сходит вслед за тобой. Безусловно, основная нагрузка на главных героях. Чтобы найти исполнителей для этих ролей, преподавателю пришлось даже проводить кастинг. То странно не звучало, я себя считаю довольно артистичной. И я не могла себя представить без этой роли. И типаж «Жульетты» совершенно совпадает с моим типажом. Поэтому, я думаю, мне досталась эта роль. Настоящим открытием спектакля стал «Ромео». Ярослав Федоров впервые сыграл главную роль. Не просто было вжиться в предложенный образ, но в паре с «Жульеттой» все получилось. Больше всего нравится сам процесс, как мы ставим спектакли. Там все вместе, мы не шутим во время, общаемся. Но это очень прикольно. Со дня рождения Уильяма Шекспира прошло уже 455 лет. Поставить спектакль на языке английского поэта и драматурга было непросто. Специально для постановки преподаватель написал оригинальный сценарий. Все сцены на английском, ребятами прочитана книга. И все сцены будут на английском, а некоторые композиции музыкальные будут на русском. Это мюзикл. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так 4,5 века назад написал драматург. Но современные дети решили иначе. В этот раз на сцене торжествует любовь. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.